Всем привет! Ну вот наконец-то и настал этот день. Мы после трехлетнего перерыва снова летим на остров Крит. В этом году AirBaltic неожиданно объявил об открытии новых прямых рейсов на такие сладкие направления, как Родос, Кос, остров Санторини и наконец Реклеон. Цены оказались не менее сладкими и мы купили билеты на Крит на вторую половину июня. В аэропорту все формальности прошли очень быстро, точнее их просто не было. Нас встречал один работник аэропорта и просто смотрел на наличие хоть каких-нибудь бумажек в руках у проходящих пима пассажиров. Багаж мы тоже, на удивление, получили быстро. На выходе из аэропорта нас встретили представители прокатной фирмы. Оформление не заняло много времени и вот мы на своей Fiat Panda вырвались наконец на просторы Квита. Далее наш план был такой. По пути в отель заехать в Толиду, что-нибудь там перекусить, затем заехать в супермаркет Халкидакис в Малье, закупиться продуктами и уже затем ехать в наш отель, который находится на юго-востоке Крита в поселке Макриелус. По дороге из Толиды не могли не заехать в монастырь Святого Георгия Победоносца, что находится в Селинарии. Итак, мы в отеле Артемис, поселок Макриелус. В этом отеле мы уже второй раз подряд. Три года назад нам здесь так понравилось, что в этом году просто решили повторить. Вообще-то мы на Крите уже в 15 раз, поэтому можем себе уже позволить просто зависать в одних и тех же понравившихся нам местах по несколько раз подряд. Селинария Победоносца Селинария Победоносца Сегодня воскресенье и очень много греков на пляже. Как-то очень живенько все в отеле. Ну, мне кажется, что завтра, в понедельник, уже будет все тихо, потому что туристов, по ощущениям, не так уж и много. Вот это наши апартаменты. Здесь большая двуспальная кровать, хорошие матрасы. Довольно комфортно. Там вы видите выход на балкон. Здесь небольшой такой уголок отдыха. Соответственно, зеркало. Всякие наши вещи валяются уже. Это кухня. Плитка. Плитка очень быстро нагревается. Безинерционная такая. Удобно довольно таки. Посуда вся необходимая какая есть. Чайник. Не хватает тостера. Тостера здесь нет. Ну, тут еще тоже какая-то посуда стоит. Тут тоже наши продукты. Небольшой холодильник. Санузел. Самый техничный санузел для двушки. Греческий туалет. Вмывальник. Ну и душевая кабина. Все очень просто, но все функционально, все работает. Вначале была очень тонкая стройка горячей воды на кухне, но нам быстро все починили. Так, ну и теперь самое приятное. Выходим на балкон и видим мы вот такую картину. Вот тут прямо наш пляж находится. Лежаки и зонтики бесплатно. В отеле есть ресторан. Из ресторана можно заказать прямо на пляж напитки, кое-какую закуску. Вот там справа сам поселочек Макрилос. На балконе столик, стульчики и есть сушилка для белья. Ну а сейчас пойдем на пляж. Макрилос. Продолжение следует... Сегодня понедельник, замечательное безветренное солнечное утро и, как и ожидалось, все местные разъехались и мы в отеле остались, похоже, одни. Вот такая обстановка на пляже. Пляж практически пустой. Мы, по-моему, здесь единственный. Похоже, что в отеле больше никого не осталось. Выехало несколько франкоязычных пар, которые рядом с нами жили. По-моему, больше никого нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...